Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Проработать систему безопасности в самарских школах и уделить больше внимания детям. Какие поручения дал Дмитрий Азаров профильным ведомствам на заседании антитеррористической комиссии. За экономическую стабильность региона в Самарской области готовят новые меры поддержки для бизнесменов. Резкие перемены настроения и неизбежные конфликты. Мир вступил в коридор затмений. Расскажем, как бороться с хандрой и сохранить теплые отношения с близкими. Провести учения по мерам оперативного реагирования на угрозы и завершить техническое оснащение образовательных объектов для безопасности детей. Такие задачи поставил губернатор Дмитрий Азаров на заседании антитеррористической комиссии. Мария Левина расскажет детали. Проработать систему безопасности в самарских школах такую задачу поставил глава региона Дмитрий Азаров на заседании антитеррористической комиссии. Последние события в соседних регионах показали, что вопросам безопасности детей и педагогических коллективов стоит уделять повышенное внимание. Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать детей. Наша задача предупреждать возможную угрозу террористического характера, гративно реагировать на все тревожные сигналы и штатные ситуации, работать на упреждения и, конечно, продолжать системную работу по техническому оснащению. Дети, родители, учителя должны чувствовать себя в полной безопасности. Отдельное внимание стоит уделять и психологическому состоянию детей, подчеркнул губернатор. Для этих целей было принято решение усилить мониторинг подачи информации в СМИ и социальных сетях. Все образовательные учреждения в Самаре на сегодняшний день оснащены тревожными кнопками, металлодетекторами и системой противопожарной безопасности. На финальную стадию вышло оснащение школ системой видеонаблюдения. В 2019 году системами видеонаблюдения оснащены 140 объектов образования, в 2020 году 33 объекта образования и в 2021 году до 1 августа текущего года видеонаблюдением будут оснащены еще 136 объектов. Таким образом, мы получим 100% обеспеченность видеонаблюдением объектов 1, 2 и 3 категории. В планах к 2023 году оснастить все образовательные учреждения системами оповещения об эвакуации, а также до оснастить 53 объекта системами контроля и управления доступом. Отремонтировать ограждения по периметру школ и вузов, там, где это необходимо, и абсолютно во всех школах региона оборудовать посты охраны. Справиться с этими задачами Дмитрий Азаров поручил до нового учебного года. Мария Левина, События. Развитие малого предпринимательства и самозанятость инициативных граждан – важный фактор стабильности экономики региона. Об этом в своем послании жителям и парламентариям говорил губернатор Дмитрий Азаров. В Самарской области готовят новые меры поддержки для бизнесменов. В прошлом году на восстановление предпринимательства в виде субсидий и кредитов из федерального бюджета выделили рекордные суммы. Насколько это помогло, малому бизнесу расскажем в сюжете. Сергей Рыжов руководит агентством бизнес-туризма и мероприятий «Шесть лет». Компания работает с корпоративными клиентами по всей стране, принимает гостей, организует экскурсии и праздники в Самаре. Из-за пандемии и ограничительных мер, когда все массовые собрания оказались под запретом, в 2020 году выручка упала на 95%. Деятельность компании попала в список наиболее пострадавших сфер, поэтому агентство обратилось за господдержкой. Мы получали ее и на региональном уровне, и на муниципальном уровне в виде субсидии на компенсацию зарплатных плат. Во время, соответственно, пандемии это очень сильно нам выручило для того, чтобы в полном объеме сохранить команду. Удалось не только остаться на плаву, но и разработать новые проекты, которые уже сегодня активно воплощаются в жизнь. Сделали событийный паспорт региона, вошли с хорошими позициями в рейтинг событийного потенциала. В том числе в декабре нам вручили даже премию за активное продвижение региона во время пандемии. Самара зашумела, Самару узнали. Топ-менеджеры, какие-то поощрительные поездки – это, по сути, бизнес энд лэжа. Да, вот сейчас новый термин такой есть – блэжа туризм, бизнес энд лэжа. Когда люди приезжают, организовывают какое-то небольшое мероприятие, но чек их намного выше. И за счет этого сейчас, в том числе в наших отелях, появился действительно турист не командировочный, а турист, который готов тратить деньги именно как в турсегменте. Чтобы помочь малому и среднему бизнесу справиться с последствиями пандемии, в стране организовали беспрецедентные меры поддержки. В прошлом году ими воспользовались 85 тысяч предпринимателей Самарского региона. Об этом в ежегодном послании жителям и депутатам области рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Общая сумма федеральной поддержки в виде предоставления субсидий и кредитов составила 33,6 миллиарда рублей. Напомню, что многие из них были просто списаны кредитами. Кроме того, большинство предпринимателей смогли воспользоваться федеральными и региональными налоговыми льготами. Несмотря на некоторое снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 году, численность занятых в этой сфере даже увеличилась на 7,5%. На текущий год предусмотрены новые программы поддержки малого бизнеса, в том числе предоставление беззалоговых кредитов до 2 миллионов рублей по ставке 5%. Будет также разработан законопроект, предусматривающий снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для отдельных видов деятельности. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с почетными гражданами города. Среди них Анвар Кашафович Бульхин. Он прошел яркий трудовой путь от рабочего до генерального директора, председателя совета директоров и президента Самарской кабельной компании. Под его руководством предприятие преобразилось в крупное, современное и высокотехнологичное. В этом году почетному гражданину города и области исполнилось 85 лет. Глава города поздравила Анвара Кашафовича и поблагодарила за внесенный вклад в развитие завода кабелей связи. Сегодня посвящено было моему юбилею. Я коротко рассказал, с чем я пришел, как я поражил, поблагодарил своих коллег. Я думаю, эта встреча запоминяющая. Спасибо. Спасибо. Строены в прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Парк привлекает не только своим функционалом и красотой, но и озером. Правда, по утверждению жителей и экологов, дубовый ерик нуждается в очистке. Из-за беспечности некоторых отдыхающих озеро утрачивает красоту и становится похоже на неухоженный водоем. Озеро наше бедное. Место вообще у нас здесь супер. Но вот из-за того, что сделали набережную, то есть зимой было место открыто, все выходили на каток, очень много мусора, лед растаял. Раньше здесь не было набережной, все было закрыто вот этой травой. И никто, может быть, даже не замечал эту проблему. Для того, чтобы решить проблему загрязнения озера, власти организовали встречу с инициативной группой горожан. По ее итогам была составлена заявка на приведение в порядок водоема по федеральной программе сохранения и оздоровления уникальных водных объектов, которые являются составляющей нацпроекта «Экология». Порядка 700 миллионов рублей потребуется на создание системы очистки. Также озеро планируют подпитать волжской водой и построить необходимую систему водоотведения для того, чтобы вода в ерике не застаивалась. Эти предложения, они профессиональные, имеют место быть. Здесь будем по ним работать, чтобы все-таки их включить в программу и также в комплексе все это рассмотреть и сделать. Ранее здесь протекала река Самара. Она создавала разветвленную сеть водоемов, которые сегодня превратились в небольшие озера и имеют опасность высыхания. Для того, чтобы спасти дубовый ерик, нужно разобрать ряд дамб. Они сдерживают поток воды. Но прежде чем к этому приступить, специалисты должны провести исследования и оценить риски. Для того, чтобы в весенний период во время половодия не было подтопления территории. Куйбышевский – один из немногих районов, где уровень подтопления во время паводка довольно высок. Это, конечно, позволит водоемам продержаться еще пару лет. Ну, может быть, семь лет и так далее. Дальше нужно будет эти работы повторять, повторять, повторять. И все равно водоемы будут деградировать. То, что мы предлагаем, это, конечно, радикальное решение. Особое внимание к Куйбышевскому району города в своем ежегодном послании уделил губернатор региона Дмитрий Азаров. Для Самарской области вопрос экологической безопасности ключевой. В настоящее время в профильными ведомствами и департаментами уже подготовлены программы по улучшению экологической ситуации в регионе. Они помогут очистить Волжский бассейн от сточных вод и оздоровить реки и озера губернии. Совместные обсуждения реализации планов продолжатся. Они будут проходить раз в месяц. Ольга Павло, Никита Колосов, Максим Гусев. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шар и уже в студии. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спрос на вторичку за последний год вырос почти вдвое. Есть ли Самарская область в числе регионов, в которых активно скупают квартиры? Наш регион действительно оказался в этом списке. Как и всех прочих жителей России, самарцев чаще всего интересуют двухкомнатные квартиры. Расскажу об этом сразу после курса валют. Курс доллара на 29 мая 73 рубля 58 копеек. Евро 89 рублей 67 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 69 долларов 24 цента за баррель. За последний год интерес жителей России к покупке вторичной недвижимости вырос почти вдвое и составил 86%. Наибольшее количество запросов на вторичном рынке жилья зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае, а также в Московской, Самарской и Свердловской областях. В среднем по стране большинство запросов пришлось на двухкомнатные квартиры. По словам экспертов, одной из главных причин высокого спроса на вторичное жилье стало резкое подорожание новых квартир из-за запуска льготных ипотечных программ. В Самарской области замедлилась инфляция. Таковы результаты анализа, проведенного специалистами Самарского отделения Центробанка России. С чем это связано, расскажем в следующем сюжете. Если в марте инфляция в Самарской области составляла 6,5%, то в апреле она замедлилась до 6,4%. По мнению экспертов, произошло это прежде всего за счет продовольственных товаров, годовой темп прироста цен на который уменьшился до 8,3%, после 8,95%. Так замедлилось годовое удорожание гречки, риса, сахара, мяса птицы, а также ускорилось годовое снижение цен на чеснок и лимоны. Благодаря высокой обеспеченности региона картофелем и расширению его предложений от поставщиков, темп прироста цен на корнеплод уменьшился и по-прежнему остается ниже, чем в других регионах ПФО и в целом по России. Наблюдаемое в апреле текущего года замедление годового темпа роста цен на многие продукты питания связано прежде всего с эффектом высокой базы прошлого года. Наверняка вы помните, что в 2020 году, в начале пандемии, многие граждане стремились в преддверии самоизоляции запастись продуктами длительного срока хранения. Сегодня, несмотря на сохранение отдельных ограничений, люди уже не боятся остаться без продуктов первой необходимости. Однако есть продукты, годовое удорожение которых ускорилось – хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, яйца. На это повлиял рост мировых цен на зерновые и масличные культуры. Увеличившиеся издержки производители перенесли в стоимость конечного продукта. Зато выгоднее для потребителей стали услуги связи. Сотовые операторы конкурируют между собой за лояльность клиентов. В результате стоимость месячной абонентской платы за пакет услуг в апреле была ниже, чем годом ранее. Замедление темпов инфляции коснулось и лекарств, как и продукты. В начале пандемии их закупали в больших количествах, боясь перебоев в поставках. Сейчас медикаменты покупают по мере необходимости. Очень похожая ситуация сложилась и с медикаментами. В прошлом году многие наши земляки закупали лекарства, закупали их в крок. Сегодня этого не происходит. Ну и, соответственно, в результате годовой прирост цен на лекарства также уменьшился. Из-за повышения деловой активности несколько ускорилось удорожание одежды и топлива. Сохраняются повышенные интересные товары для ремонта и благоустройства жилья на отдых в России. В результате годовые темпы роста цен на строительные материалы, мебель, а также проезд в поездах, авиаперелеты и проживание в гостинице ускорились. Россия будет поставлять за границу больше сои. Постановление о поощрении поставок этого продукта за рубеж было принято российским Кабмином. Согласно новому правительственному постановлению в стране с 1 июля, налоговые ставки на вывоз соевой продукции снижаются до 20% от таможенной стоимости. Ограничение не менее 100 долларов за тонну. Новые правила будут действовать до 31 августа следующего года. Пошлина на экспорт сои была введена в Россию 1 февраля. Ее действие касается вывоза продукции за пределы стран ЕАЭС. Размер ставки достигает 30% таможенной стоимости, однако он должен составлять не менее 165 евро за одну тонну. Представители Кабинета министров считают, что уменьшение пошлины даст отечественным производителям возможность экспортировать товар, а также оставит некоторые препятствия, чтобы цены на внутреннем рынке в данной категории не повышались. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Их профессия – родину защищать. Каждый день они выходят на службу с оружием в руках и уже в мирное время охраняют отечество. Сегодня в России отмечают День пограничника. На площади Славы состоялось торжественное возложение цветов. С защитниками встретилась и наша съемочная группа. Декрет об учреждении пограничной охраны в России приняли в годы революции. История службы в погранвойсках тесно связана с историей страны. Профессиональный праздник учреждили в 1958 году, 28 мая. Ветераны возлагают цветы к монументам, показывая тем самым, что подвиги каждого солдата останутся в памяти и сердце навсегда. Однако вспоминать свой опыт без слез на глазах могут не все. До 2005 года служба в погранвойсках была срочной, а не контрактной, как сейчас. Чтобы попасть на границу, призывников проверяли все правоохранительные ведомства. Смотрели и на репутацию близких родственников. Олег Семенов проверку прошел и в 1985-м отправился в Брест. На второй год солдата определили в Афганистан. Он оказался в Киркинской десантно-штурмовой маневренной группе. Рассказывает, первый год службы было сложно, а потом дни полетели с бешеной скоростью. Сегодня называют службу в погранвойсках белой костью армии России. Этот опыт подарил ему верных товарищей из Белоруссии и Украины, связь с которыми он поддерживает вот уже больше 30 лет. Отличие в охране границы я получил за операцию в районе Кишлака-Балабакан, где нашим подразделением Киркинской деша была захвачена реактивная установка БМ-12. Все невзгоды – это, конечно, дружба. Это очень многое чувство локта товарища, друга. Сегодня многие заставы носят имена героев пограничников, в том числе и из Самарской области. В регионе проживают больше 30 тысяч человек, которые служили в погранвойсках. Пограничники – это оплот нашего государства, это патриоты нашей Родины. И сегодня они активно участвуют, служат, работают во благо нашей Самарской земли, активно участвуют в патриотическом воспитании. Из 89 субъектов Российской Федерации – 45 пограничные. Человек, который полностью любит свою Родину. Человек, которому ежедневно, выходящий на службу в несколько раз с оружием в руках, от которого зависит, быть в войне или не быть в войне, жить нарушителем государственной границы или нет. И вот этим 18-20-летним мальчишкам доверяли оружие. Представляете, какой отбор должен быть? Это человек, который принимает решение, жить другому человеку или нет. В июне ветеранская организация пограничников отправится в автопробег на ретро-машинах по маршруту Великой Отечественной войны. Самара, Новгородская область, Ленинградская область, Карелия. Цель автопробега – восстановить имена погибших в военные годы пограничников. В этих местах навечно остались 500 солдат из Самарской области. Часть земли спустя годы ветераны привезут на Родину защитников Отечества. Мария Левина, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 64 536. Тем временем, темпы вакцинации напрямую влияют на динамику распространения коронавируса. Чем быстрее пройдет прививочная кампания, тем скорее выработается коллективный иммунитет и остановится пандемия. В Самарской области для удобства работников прививочные пункты организуют прямо на территории крупных предприятий. Как это сделали на заводе химической промышленности в Тольятти, расскажем в сюжете. Иван Молодцов работает на Тольяттинском химическом предприятии аппаратчиком. Чтобы уберечь себя и близких от заражения коронавирусом, решил привиться. Тем более, что сделать это можно без отрыва от производства. С 15 февраля вакцинацию организовали на базе собственной медико-санитарной части завода. Прививочный кабинет организовали с соблюдением всех требований и методических рекомендаций Минздрава. Иван уже пришел за вторым компонентом вакцины. Первую я сделал 29 апреля. Перенес нормально, спокойно. Никаких не было симптомов. И все. Но только там надо соблюдать правила определенно. Не мочить руку, питание там. Перед введением второго компонента также обязательно осматривает врач. Если нет никаких противопоказаний, можно вводить препарат. На предприятии прививают двумя вакцинами. Спутником ВИИ и эпиваккороной. Показания для вакцинации тем или иным препаратом определяет врач, но и пожелания работников учитываются. Пришла к врачу. Врач замерил температуру, давление, сатурацию. И прошла, сделала прививку. Выдали сертификат, где помечена первая прививка. Я считаю, что всем надо пройти, защитить в первую очередь своих близких. Не принести домой. У меня папе 92 года. И чтобы не принести это домой, надо обязательно. Кстати, привиться могут также родственники работников предприятия, пенсионеры и ветераны завода, которых насчитывается около 2000 человек. Для того, чтобы не создавать толпу, для того, чтобы не создавать очереди, у нас люди записываются. Им доступны два вида записи. Запись через личный кабинет на базе предприятия и запись по телефону. Темпы наращиваются. Постоянно ведется работа информационная, работа разъяснительная. У нас всегда на связи врачи 24 на 7. Они готовы ответить на все вопросы, касающиеся вакцины. На данный момент прививку против COVID-19 сделали около 15% работников предприятия. Вакцинация бесплатная и добровольная. Напомним, что в выходные в Самаре перед Мегой, Амбаром и Космопортом развернуты прививочные пункты, где работают врачи и медсестры. Можно сделать прививку там. Тем, кто запланировал шопинг в Авроре, можно совместить приятное с полезным и пройти вакцинацию в пункте на первом этаже торгового центра. Ну а пункт на Мичурино-125 готов принять желающих привиться даже ночью. Что предсказывают нам звезды? Мир шагнул в очередной коридор затмений, первая из которых стала лунным. По словам астрологов, в это время обостряются чувства, и человек способен лучше понять себя и свои истинные желания. Ну а как поступить правильно, должны подсказать знаки. О загадках звездного неба расскажет Мария Левина. Принять и пройти уроки настоящего, чтобы изменить будущее. Многие уже успели заметить увеличенное суперлуния. На этот раз такое явление совпало еще и с затмением. Переживания, конфликты и волнения. Эмоциональные люди уже сейчас начинают замечать первые изменения. Все дело в том, что Земля вступила в очередной коридор затмений. Все обещает закончиться к 10 июня. Тогда ожидается солнечное затмение. Но началось все. С лунного и непростого луна оказалась максимально близко к земной орбите. Такое явление случается раз в 12 лет. Сила первого затмения начала действовать на людей еще за месяц до. Но пик эмоциональных качелей стартовал с 26 мая. Чувства накалятся до предела, говорят астрологи. Но негативным это время они не называют. Напротив, сейчас лучше всего составлять карту желаний. Потому что из-за обострения чувств можно лучше понять свои истинные мечты. Коридор затмений, говорят астрологи, сравни маяку в море. Это время, освещающее наше истинное предназначение в жизни. В грядущие две недели нужно быть крайне внимательным ко всем знакам, которые встречаются на пути. Однако судьбоносные решения пока стоит отложить. Затмение проходит по оси знаков близнецы и стрельцы, отвечающих за коммуникации, поездки и разговоры. Надо наконец-то казаться, что мы нашли дело мечты, например. Или наоборот. Вот эта работа надоела точно не мое, надо увольняться или еще что-то. Вот какая тут будет рекомендация, нужно важно прислушиваться к этим чувствам. Но каких-то важных социальных изменений лучше делать не стоит. То есть усмирить свой пыл. В этот период важно подметить конкретно в это затмение, что вам важного именно скажут. Какой важный разговор произойдет. Важное знакомство. Вы куда-то поехали, и эта поездка оказалась ценной. А вот астрономы даже и не слышали о таком понятии, как коридор затмений. Олег Соловейчик влюбился в звезды еще в 60-е. Судьбу связал с педагогикой, стал учителем физики. А по вечерам продолжал обращать взгляд в небеса. В последние годы Олег Соловейчик состоит в Самарском клубе астрономов-любителей и заражает своей любовью юных горожан. Астрономия – это очень одухотворенная наука. К сожалению, многим, тем нашим, те, кто бегут по своей жизни, не смотрят на небо, не смотрят на солнце. Они любуются, конечно, закатами, любуются месяцами, различными фазами Луны и так далее. Но она романтична, эта наука. И очень обогащает и очищает душу. Верить в силу затмений или нет – вопрос риторический, а вот обращаться к звездам точно лишним не будет. Как писал Антуан де Сент-Экзупери, «Хотел бы я знать, почему звезды светятся, наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою». Мария Левина, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!